МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Села Учкент Кунтаркалинского района жалуются на постоянные скачки напряжения в сетях. Артефакты возвращаются домой. В аэропорту Казани проводили в Махачкалу реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. Более 14% населения Дагестана по итогам 2022 года оказались за чертой бедности. Такие данные приводит Росстат. В цифрах это чуть более 150 тысяч человек. Самая худшая ситуация в стране, согласно статистическим данным, в Ингушетии, где почти треть населения живет за чертой бедности, и в республике Тыва, где 28,8% от общего населения имеют крайне низкие доходы. Основной критерией оценки при исследовании является нехватка денежных доходов для покупки продуктов питания из потребительской корзины. Вполне возможно, низкий прошиточный минимум и побудил героиню нашего следующего материала решиться на то, что она сделала. 37-летняя жительница Махачкалы ограбила своего старого знакомого и силой забрала его телефон. Все случилось на проспекте Акушинского, где женщина встретила уроженца Дербента. Мужчина поделился с воровкой, что прибыл отремонтировать свой мобильник и в доказательство даже показал его ужасное состояние. Девушка тут же выхватила гаджет из рук и начала требовать выплату долга, которого, по мнению обворованного, никогда не было. Похитительница нанесла мужчине серию ударов и забрала его средства связи в качестве выплаты долга. Сотрудники полиции вернули украденное владельцу, а на девушку возбуждено уголовное дело. 70 АТО и 50 Вольт. Вместо положенных 220 Вольт. Жители села Учкент Кумтар-Калинского района жалуются на систематические скачки напряжения в сетях. Люди говорят, для решения проблемы необходимо заменить ветхие линии электропередач и установить новый трансформатор. Но планируют ли местные власти и ответственные структуры брать ситуацию на личный контроль, узнала Патимат Ханапова. Под уже более 10 лет жители села Учкент живут со слабым электронапряжением в домах. Умсаламат Сурхаева говорит, за это время они поменяли уже десятки бытовых приборов, которые сгорали из-за скачков. Что теперь вы уже начали выключить? Да, москва перегорает. У соседей, у многих перегорели. То телевизор, то пылесос. Приходится выбрасывать. Это же тоже немаленькие деньги. Вот недавно тоже насос перегорел, другой установили. Все же деньги стоят. Низкий уровень напряжения создает массу неудобств, говорят местные хозяйки. Не работают ни стиральные машины, ни холодильники. Иногда не включаются даже электрические чайники. Пользоваться несколькими приборами одновременно невозможно. В помещении сразу гаснет свет. Это даже не ночью, это примерно часов 5, наверное, 6 вечера. Это каждый раз так? Каждый раз так. А сколько вольт? Ну, в среднем бывает там у нас еще иногда более-менее 80. У соседа, у двоюродного брата, он здесь недалеко живет. 40 видел, 35, 30. Местные жители говорят, электросети здесь ветхие. Да и провода проведены беспорядочно. Решить проблему возможно только если их полностью заменить. А на это нужны немалые средства и поддержка власти. Люди протянули, кто как может. Провода, смотрите, как паутина везде. Своими силами провели этот ток. Вот через сетки, через эти провели. Она трется, замыкает сетки. На сетках ток постоянно бывает. В ограждениях. Сколько баранов сдохли, сколько курей сдохнут. Вот так. Чтобы обратить внимание на проблему, представители Общероссийского народного фронта выехали на место после очередных жалоб местных жителей. На этот раз, говорят эксперты, надежда на разрешение ситуации появилась. Мы с этой проблемой были знакомы еще года 7 назад. Но пришлось сегодня обратно восстановиться, вернуться к этой проблеме по обращению жителей. Однако тогда работа не завершилась и проблема осталась. О задачи для каждого есть понимание. Крайон обязался по мере возможности приобрести материал. И надеюсь, что в ближайшие полтора, два, максимум три месяца, что данная проблема будет с натяжкой. На встречу с местными жителями выехали представители организации Росети Северный Кавказ, которая непосредственно отвечает за бесперебойное электроснабжение. Замеры взяли, список составили. Проблему в компании обещают решить. А работы по восстановлению сети должны начаться уже в следующем месяце. Патимон Тханапова, Нурмагамед Магомедов, Новости ННТ, Кумторкалинский район. Парламент Дагестана во втором окончательном чтении принял проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованным добровольцев и членов их семей. Законопроект предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%. Также им будет оказана помощь в трудоустройстве. Установлена 10% квота на обучение в профессиональных образовательных организациях. Документ также предполагает и внеочередное предоставление детям добровольцев мест в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Ярким событием в республике Татарстан стала выставка реликвий пророка Мухаммада и его сподвижников. Сегодня на борту самолета, вылетевшего из Казани, личные вещи пророка транспортировали вместо их постоянного пребывания в Махачкалу. О том, как прощались с мусульманскими святынями в Казани, узнаем у Айши Тухаевой. Место размещения ценных экспонатов было символичным. Легендарная мечеть Кул-Шариф, расположенная на территории Казанского Кремля, это визитная карточка мусульман Татарстана и Казани. Именно сюда прибывали люди для того, чтобы воочию увидеть реликвии пророка Мухаммада, мир ему благословения со всего Приволжского федерального округа. Аль-Хамду-Лля, у меня прям дыхание сперло. Аль-Хамду-Лля. Тяжело говорить что-то. Аль-Хамду-Лля. Многие люди не понимают, какая милость от Аллаха им дана, что они приблизились к этим вещам. Аль-Хамду-Лля, я очень рад, спасибо. Пусть Аллах вознаградит райом всех тех людей, кто с этим связан. Аминь, аминь. Я мама шестерых детей. Мы приехали со всеми детьми, потому что это была прекрасная возможность прикоснуться к истокам истории мусульманства. И мусульман. И у меня до сих пор, вот я только что вышла, у меня до сих пор еще не проходят эти впечатления. Узнала, через подругу узнала, а она, видимо, через социальные сети. Вот, решили посетить, потому что такого шанса еще мало удаст, наверное, у нас в городе. Было очень интересно, очень понравилось. Я благодарю муфтия Дагестана Ахмада Афанди за возможность присутствовать здесь на выставке, за возможность видеть реликвии пророка Мухаммада, мира и ему благословения. Я благодарю за эту прекрасную организацию выставки. Огромное вам спасибо. Это великая милость. Мы надеемся, что благодать от этого всего распространится на всю Россию. На протяжении всех часов выставка сопровождалась живым исполнением нашидов и чтением Корана, хафизами из Дагестана и Татарстана. Расулу Аллаху намаздау, башим дадиранин таджи, уммети уммети дьев, уадил кузинин яши. Яджизи Аллаху садикина би садиким, ва юазибаль мунафиким, инша, а ауятуба алейхим. Вы не запираете в Дагестане эти реликвии, а демонстрируете их всем желающим. В том числе привезли их к нам. Делились впечатлениями жители Республики Татарстан. Везде мусульманин руководствуется любовью ко Всевышнему, любовью к его пророку. И эта любовь толкает его ценить все то, что связано с пророком, с его подвижниками, всего того, что имеет хоть какую-нибудь связь со славной историей ислама. Мероприятие в Казани пришлось на рабочие дни. Но, несмотря на это, люди целыми семьями приходили взглянуть на реликвии. Среди посетителей и ведущие журналисты региона. Многие публикации СМИ, как федеральных, так и местных, были посвящены выставке. Было на редкость много зарубежных гостей. И даже в последние минуты экспозиции люди стояли в очереди, желая попасть на выставку. В завершении выставки муфти республики Татарстан поблагодарил дагестанцев и лично духовного лидера республики шейха Ахмада Афанди. Мы благодарим весь дагестанский народ. В первую очередь, муфти республики Дагестан. Аль-Хамдул-Лях, что во все века были люди, которые несли этот аманат, хранили эти реликвии, потому что они связаны с любовью к пророку саллилаху алейвасалям. И в Коране говорится «Кул ин кунтум тухиббуни Аллаха фаль табиуни ихббкуму Аллах». Скажи, о Мухаммад саллилаху алейвасалям, если вы любите Аллаха, следуйте за мной, и тогда полюбит вас Аллах. Провожали реликвии с большим почётом. Жители Татарстана и Дагестана читали салаваты, восхваляющие пророка, мир ему и благословение. Затем реликвии из мечети Кулшариф транспортировали в Дагестан. Напомним, по завершении строительства духовного центра имени пророка Иса и мир ему, реликвии будут выставлены на постоянное обозрение. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Давуд Гасанов. Новости ННТ. Казань. И о спорте. Боец Шамиль Абдулаев одержал 14-ю победу в ММА. На турнире ACA в Казани представитель клуба Universal Fighters одержал победу над Артемом Фроловым. Драматичный поединок средневесов продлился пять раундов, по итогам которых судей большинством голосов признали дагестанского бойца победителем. Также оба спортсмена получили бонус за лучший поединок вечера. Успех в этом бою гарантирует Шамилю Абдулаеву выход в полуфинал Гран-при за 1 миллион долларов. Ахмед Алиев проведет титульный поединок на турнире AMC Fight Nights в Москве. Поединок дагестанского легковеса против Магомеда Сулумова из Чечни состоится 24 июня. Этот бой станет вторым в истории противостояния спортсменов. Первая встреча бойцов, прошедшая в феврале этого года, была признана несостоявшейся из-за случайного тычка Алиева пальцем в глаз Сулумова. В активе 33-летнего Ахмеда Алиева 21 победа и 7 поражений. На счету 26-летнего Сулумова 9 побед и 2 поражения. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok